У вас лично есть мысли, о чем могли договориться Путин с Пригожиной? Давайте так, на переговорах, где 35 человек, они ни о чем договориться не могли, потому что там, где есть 35, там невозможно договариваться. Это все спектакль для этих 35 человек. Я думаю, что договоры-то все были в основном про что? Ну, смотрите, если предположить, что правда, если предположить, ну, а это похоже на правду, не утверждаю, что это правда, что сам Путч начался по причине того, что Пригожина отстранили от каких-то денежных потоков и от командования, грубо говоря, операций. То есть он официально не мог командовать, он же повар, а не генерал, правильно? Он не мог командовать военной операцией, у него нет даже воинского звания. Но де-факто он командовал, потому что вот Суровикин сидел, его человек, которого он назначил, и через Суровикина он командовал войной в Украине в том числе, но не в одно лицо, он был одним из людей, которые командуют войной. Потом Суровикина убрали, поставили Герасимова, и получилось, что воевать Пригожин должен, а принимать участие в командовании не может, не имеет волну. Что же сказал, меня отстранили, пропуск отняли, телефон прямой с Путиным забрали, все забрали. Ну и, видимо, по деньгам тоже обидели. Соответственно, договариваться нужно было о чем? Верните деньги, не в смысле те, которые конфисковали, это-то копейки, а верните денежные потоки, которые у меня там. Я думаю, что мы действительно могли быть должны несколько миллиардов долларов. Там же речь-то шла о миллиарде в месяц, например, или больше. Поэтому могли быть должны несколько миллиардов долларов, ему это раз. И он, грубо говоря, привел 35 человек сказать Володе, посмотреть этим людям в глаза, им кушать нечего, ты мне зажал 3 миллиарда долларов, а им нечем людей кормить, правильно? Свои там какие-то договоренности по Африке и другим историям, по вооружениям и по назначениям договаривался, я думаю, о том, какие генералы будут от него, а какие от Шойгу. И вот смотрите, как уже вроде бы Герасимова отстранили от командования снова. А вот интересный вопрос, да? Кто? Вот кто мог отстранить Герасимова? Давайте вместе подумаем вслух. Ведь чтобы его отстранить, нужно кто-то такое решение принять. Шойгу министр обороны. Если Шойгу, как министр обороны, отстраняет Герасимова, говорит, Герасимов плохо командует войсками в Украине. Или даже Путин, как главнокомандующий, говорит, Герасимов не справился, плохо, отвратительно, командует войсками в Украине. А как он тогда генштабом командует, подождите? В смысле, а генштабом хорошо, просто в Украине плохо? Не бывает. То есть получается, что тот, кто такое решение примет, генштабе оставить, а с Украины убрать, он заведомо как-то вылезает в какую-то стрёмную коррупцию. И никто не может взять на себя такое решение, получается, публично. Поэтому сейчас его, это решение будет какое-то очень такое тайное. А я думаю, что там Пригожин как раз, теперь уже мы понимаем, что Пригожин как раз и договорился о том, что вот какой-то там другой генерал будет командовать войсками в Украине. А сейчас же Пригожинские войска, они же никуда не уехали из Украины, они же сидят в ДНР. Ну, приедет туда снова, Пригожинский войска, следующие победы у нас будут, следующие бои. Поехали дальше воевать.